приветствую ребятки так сейчас мы отсюда выкарабкаем ся извиняюсь вставай братишка так снимаю что-то до я к чему там сняли шахты это ведет к шахтам куда другие забрали лин не мы узнать мы его хоть и раз называли размазнёй да но все-таки надо отдать чуваку и должное все таки храбрости ему не занимать не каждому бы хватило духу идти чуть ли не в самое пекло да не в целый ад за своей женушкой на согласитесь ребята кто-то уже орет идет сохранение отлично о смотрите ребята тут у нас и батарейка которую я все так хотел найти но все теперь хоть две батарейки плюс одна половинчатая да это уже все-таки получше и какая-то записка давайте прочтем дара дорогой симон ты для меня я вот нему понять они здесь просто такая локализация плохая или это типа безграмотность деревенщины но я все-таки думаю что это именно безграмотность деревенщины типа такой специально сделали прикол до дорогой симон ты для меня был бы больше чем кузеном с тех пор как мы были детьми и я надеюсь ты поможешь мне в беде особенно когда это касается лекарств скажу прямо я болею с ифрисом и меня наверное отправят жить к пораженными и и мне ужасно страшно и неприятно и я знаю что было небезопасно трахаться со всеми кроме папы ноты нота потому что его от болезни защищает бог иисус а меня нет поэтому мне нужна твоя помощь благослови тебя бог аталия до трахаться со всеми подряд не надо забавная кстати записка да кстати прикольно бывают такие записки которые типа как раскрывают сюжет более-менее да а в такие что можно реально поражать как вот это вот безграмотная девка которая трахалась совсем подряд заболела сифилисом красава прицель такой моментик да прям китайский акробат опять ничего снимают в чем дело саранча типа да прямо это кара господня да я не знаю сколько их попал мой рот и моя кожа не перестает зудить они пытались возникновения да вот интересно где у него глюки да какие-то видения а где реально вот настоящие вещи потому что все-таки помните как было в первом утласть это все-таки все-таки объяснилось потом все более-менее с научкой ой чёрт елки-палки не упади братан не упади братан с научной точки зрения да а здесь мы видим все таки много паранормальщины да действительно какие-то господние чудо летел вспышки света непонятные да вот часто саранча летящая тоже не совсем понятно что это такое лорд ваша милость это была тень в небе но я не полностью уверен бог любит своих детей а я типа в дереве где ты вижу господи что это такое какой-то голым да из властелина колец прям такой короче до шахт мы к сожалению не добрались из этой грёбаной саранчи елки-палки жаль его страдания закончились слова но то правда были какие-то чуваки ходят стрёмные придет переломное время хочу делать-то используйте чтобы бросить да офигеть камера да так эти сохранения кажется я пошел длинной дорогой ты пошел очень длинной дорогой братишка я тебе скажу да блин очень печально что мы конечно упали грёбаная саранча не в тему до а чё там а спрятаться да это стрёмно чувак конечно валяется так куда идти то вот опять тот момент когда вроде бы вариантов куда идти много но на деле их вообще нет да то есть куда ни поверни кругом тупики давайте будем вдоль этого озера эти но что печально что тут какой-то еще фуфил бродит да вы же видели неохота попасть к этому фуфилу на завтрак что называется да ну или вернее на ужин плях опять какие-то крики опять братишка китайский акробат чё там идет сохранение хорошо так и будем вдоль речки идти да ребят только нас обаливно собирали батареек я чувствую что они у нас сейчас начнут кончаться с такими перспективами блять какие-то гору выбегают вообще жесть сейчас моя прелесть будет еще кричать а на четвереньках мне вот это сайте было ссыкотно вы вот когда показалось что игра игре уже нечего преподносить нового да все те же психи все такое вот пожалуйста какие-то мумии которые бегают на четвереньках скажу вам честно мумии довольно таки ссыкотные так я только не понял а как нам дальше идти сюда что ли ведь мы пришли оттуда так по идее нам куда туда аж надо продолжать пусть правильно он тут никак не пройдет ползком не проползет походу плюс возвращаться а так понял непонятно ни черта просто куда возвращаться до или там сейчас где-то какой-то проход откроется так куда там возвращаться то некогда мы же отсюда пришли тут понятно тут проползти можно ну да вот мы проползли ну а тут же что никуда не проползешь да а в все что за херня здесь захоронен такс блин пацаны реально чем дальше в лес тем больше дрофа батарейку потратил у меня на файлой это майн ай капец а чё там написано хия а что там перед этим написано сикнесс а сикнесс хия а что значит сикнесс я даже просто не знаю своему большому стыду отвратительно боже сохрани эти люди изгнили даже до того как были убиты как у черт кажется должна быть другая дорога god bless должна быть другая дорога туда что льда ляха дайте батарейку пацаны просто видите помните первой части был такой прикол когда у тебя даже заканчиваясь батарейки там все равно эта камера светила очень слабо до светила а здесь видите реально такая фишка что ты остаешься если без батареек вообще света нету то есть реально нихера не видишь да эти прям на ощупь когда тут бродят такие братишки как-то тоже не сильно хочется так сняли надо давайте теперь прочтем добро пожаловать в это место духовного исцеления вы напуганы и больны чего и следовало ожидать и вас переполняет стыд чего и следовало ожидать вы знаете что вы здесь из-за своих грехов но я могу снова сделать вас чудесными и чистыми когда в храм врат пришли все эти болезни папа нот в своей мудрости и доброте распознал что они были вызваны духовными болезнями не верьте лгунам и распространителям страхов если они говорят вам что вы больны сифилисом гонореи или другой луживой болезнью из внешнего мира это болезнь души а исцеление лежит только в очищении души не уйдите будьте послушны господу и папе ноту и в особенности его священнику ларду бог любит вас как и его пророк через какой-то послушник ларт короче вернее священник там ночью идет сохранение бой а кто это какой-то больной да он 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 снизойдет на облако саранчи чтобы излечить наши болезни раскаявшихся пораженных он он снизойдет для покровительства над нами христос пораженных наш христос пожалуйста господи пожалуйста пусть он придет он снизойдет ну ладно не будем этот бред читать больше и там себе главное стойте у тебя будет бляха да их тут много батарейки есть кто ты почему-то не страдаешь батарейки есть а если найду так батареек нет нищеброды с ссанами куда идти да хвали блять блеет ну ты мразь да падла я из-за тебя заболею еще тоже этим говном каким-то а или мы отсюда пришли что там еще да не отсюда мы не пришли батарея как будто я раскаялся там что-то рассказывает да ребята о записька а ну это типа как это да ну да опять эти проповеди мне впаду их читать честно говоря бля куда идти сюда да и там да херище ребят ну походу он сюда мы будь моим братом ой нет нам не сюда ребята а куда нам туда что ли блях а куда идти блях а куда идти блях а куда идти блях а ну да вот смотрите так что давайте подлечимся меня завалили зашибись тоже прикол немножко бредовенький да согласитесь ты будь здоров не кашляй ты иди в сраку дебилов блях ты иди в сраку дебилов не кашляй вот сюда да так вроде бы за мной никто не идет давайте подлечимся хоть точно здесь по максимуму быстро пройти к жену их срак уникиты больные нападают да не с того ни сего одна батарейка у меня есть и хорошо они реально немножко притрушены какие-то да не с того ни сего начинаете костылять вроде бы еле двигаются и при этом умудряются тебя еще костылять ну зашибись очки честно как можно так плохо видеть без очков да я тоже без очков не шикарно вижу но не до такой степени да у него вообще разбыто все просто капец как короче ребята полная печаль к там какой-то лучник управляете при этом он задрал этот лучник ворошил стрелок саный меня 5 игра вылетела я из этого короче часть записи просто решил убрать давить этому васек типа такой типа как тролль здоровенный сверху на нем лучник момент конечно вообще на миллион причем опять непонятно что делать ну а этого вайсу понятно как круче надо сразу прятаться за дерево за дерево вот я уже понял просто что он еще такой нифигенный лучник давить вам попадает общего ей то есть я двигаюсь и он в движущуюся цель попадает каким-то макаром то есть него с авто наведения походу для что там вообще дальше чуть делать вообще непонятно здорово вот сюда набежать по-моему дадите где-то д 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 нажимал д мне надо кажется что эта игра просто хочет вынести мозг 3 на какой-то капец да вот все же было здорово было так реально жутко было интересно было страшно вот действительно вот как он сейчас меня косту если стрела улетела мимо меня это даже видно было да что стрела мимо меня пролетела как у меня умудрился косты то есть все было здорово все было на высшем уровне было реально страшно зачем было все опять портить но единственное что вы додумались конечно до такого креативного про против андва убивай меня на давай надо думали за такого креативного противника да то есть я все жаловался что одна эта бабуля с косой вот придумали нового причем такого ну реально прикольно придумали да типа слепой здоровенный мужик да и на нем сверху коротышка супер снайпер который вообще ну для него промазать и звука по движущей цели это ну вообще так как что-то невозможное просто да супер снайпер валит вообще и причем у стреляет и звука как из автомата он тупо залпом прямо стреляет то есть да молодцы прикольного придумали чувака я не спорю в этом плане респектоз в этом плане респектоз ну вот что мне дальше делать куда мне двигаться а вот вроде бы смотрите а у ну пози дебил идет сохранение офигеть блин чуваки это было капец конечно да фух натуре как будто меня прям разрабы услышали я все жаловаться что одна эта бабулька да все время нас преследует вот пожалуйста я же на сайте вот за респект за этого чувака мне он очень понравился типа я же такой здоровенный типа чел сверху на нем коротышка с луком единственно что опять-таки раздражает момент с тем что этот коротышка с луком просто супер меткий стрелок ну да ладно да чешки поймешь куда двигаться ладно будем выходить джесс вернись звонок прозвенел одна батарейка у меня есть и 0 бинтов кстати совсем плохо у нас бинтами с батарейками из этот прикол этот вот да со школы они вообще молодцы и вот это вот они реально сделали высшим классом просто на высшем уровне вот тебе реально стрёмно вот этого школе ходить и очень хочется узнать что же здесь произошло до атмосфера здесь такая реально классно мы тут не одни вот реально вот все что в классе там происходит сделано на высшем уровне мне очень нравится все остальное блин так бегание напрягает так он здесь не пройти к сожалению нас наш только один один вариант это вот отсюда блин найти батарейка то у меня одна батарейка осталось и половина этой до закон давать сначала тут сюда смотрим так тут по-любому закрыта да нет а это параша я сначала потому что типа выход поэтому подумал что закрыта будет у прям кто-то посрал недавно он смотрите часто первой части помните в туалетах были батарейки но в этой части что-то не судьба если что можно будет спрятаться если мало ли что тут у нас заперто хорошо настолько один вариант вот сюда да в цены дайте батарейку в фигасе можно что-то на компе сделать представляете батареек нету вам давайте пока что компьютер отложим так как мне 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 нужна батареек просто кровь из нас нужно ее нету нигде да нету нигде батарейки да отсюда мы пришли до отсюда мы пришли еще есть вот две комнаты о вот и батарейка кстати говоря вроде бы больше ничего шкаф ой я не то нажал под столом тоже нету хорошо так где был компьютер здесь да может давайте треха подальше закроем дверь мало ли что ну ладно у нас теперь во всяком случае две запасных батарейки это уже более менее от бинтик бы еще конечно найти да ну давай взаимодействовать что там такое о смотрите прямо на компе можно почитать забавно отец поркари сегодня вызвал мисс грейс урока физкультуры чтобы побеседовать с ней отец лутер мюха говорил мне что что он она слишком чувствительна и что это нехорошо для нее и я в этом не сомневаюсь бедная девочка я знаю что ты общался с ее отцом и его выдающейся личностью а ее мать была настоящей трагедией да упокой господь ее душу но все-таки отец лутер милх считает что поехать на экскурсию на фабрику пианино было неплохой идеей джессики и я склонен с этим согласиться есть высокий риск того что она сбежит кроме этого подпись ее отца на разрешение выглядит немного подозрительно скорее всего она поддельная мне нужно ваше подтверждение на отмену разрешения мы рассмотрим его на библиотечном занятии в тот день шелли шелли пархом школьный психолог школа святой сибилы идет сохранение отлично а что-то опять посмотреть ближе то же самое да хорошо игру сохранила это здорово а что дальше так ну там и там мы были то есть я не думаю что там появилось что-то новое и там мы были да где мы не были не уходи мы же так ничего и не записали да не получилось записать к сожалению так ну все села батарейка видите мы даже нашли батарейку толку мы сейчас и и потратим да единственная надежда что может быть мы сейчас где-то тут найдем но судя по всему ничего подобного хотя вот хорошо так взаимодействовать нельзя да быстро-быстро есть батарейки нет батареек уходим да ну смотрите прям светло компьютер тут не работает батареек вроде бы нету да хоть и светло но делать здесь нечего так здесь все аналогично ну зачем было делать столько кабинетов да если них все равно ничего делать то есть не батареек не документов ну вот разве что есть батареечка да кстати вот мы наконец-то подсобирали немножко батареек будьте осторожны глазки с тем что вы видите так у меня три батарейки запасных офигительно так это что такое не открывается дверь заперлась да понятно если что можно сныкаться ребят сверху господь там что-то записька а опять-то фигня да с повешенным братишкой так батареек тут нету хорошо а мы в ловушке типа когда то есть нас только один вариант вот сюда он идет идет сохранение ого мы опять какой-то дырки ребята фух я опять мы в какую-то щель залезли а это мы в дереве опять мы опять через дерево ползем что 5 часа эти прокаженные будут за меня задрали уже честно говоря ёп охереть нет давай отпустить черт отвали от меня черт проклятие дайте его нам дайте его нам нет 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 давай ого господу и его пророку ноту хвала господу что такое прости меня господи но я должен быть уверен что делаешь откроем уродник что ты делаешь придурок да проглоти вот так господи пожалуйста пусть он будет один он не запятный но он чист он мессия пораженных ты вонючий дворняг а он еще не перевоплотился он не переродился интим у меня съесть хотят когда я тебя сначала нужно затащить его на тот крест берите мой молоток гвозди давайте поднимемся тут он родился на крыльях саранчи не запятанного как нерожденного он принесет нам благую весть священные слова и учили они типа думают он воскреснет и еще более совершенной плоти они типа хотят меня распять как иисуса а потом схавать это какое-то да мы съедим эту плоть во время святого причастия и излечимся от своих физических грехов короче я их не миссия братишки и мы унаследуем эту разрушенную землю видишь мы все приготовили для тебя все готово ну я рад я рад не делайте этого пожалуйста я хочу сказать где твоя проповедь у тебя должна быть для нас проповедь которая по окончанию всего приведет нас к спасению истина твое наставление мы долго страдали ожидая тебя хорошо старина не думаю нам стоит забить эти гвозди подождите 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 бляха охереть так че меня щас тоже убьют что ли хорошо хорошо было неплохо правда я думал до этого не дойдет честно говоря что это такое ник дай мне это о камеру это камера запись конечно как я мог ее не заметить современный христос скорее будет использовать камеру а не книгу это наша проповедь как я мог не знать господи прости что сомневался нет никаких страданий которых я не заслужил я червь гнойная рана я должен я должен выучить его уроки забейте еще один хвост и держите его нет нет бля ты свет мира ты путь ты моя сила интересно что меня спасет вообще а если спасет конечно если это не конец игры охереть чувака распяли на христе хорошо хоть ноги не пробивали да повезло еще да бедняга блин в первой части нам пальцы отрезали тут нас к христу прибивают ну вообще жесть а потом еще и сожрут меня вообще хереть ну сам он вряд ли освободится да он еще и прикован кроме хвостей так что тут только если кто-то поможет бляхо ух 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 братан извини что я называл тебя размазнёй ах да чтоб сделать такое конечно нужно реальная сила воли бля вырвать себе тогда прям с мясом идёт сохранение из гвоздей открыто достижение держись детка классное достижение да на кресте распяли держись детка блин я так по у нас еще камеру забрали надо теперь вернуть камеру да чуваки жуть конечно не блин знаете вот вот тот момент затянутый с бабули когда мы так долго убегали он меня так реально начал раздражать что у меня начала уже игра надоедать вот честно да разочаровывать но тут сразу два таких сюрприза первый это тот персонаж да прикольненький такой качок с этим каратуном на горбе да потом нас еще и распяли на кресте то есть блин и реально как бы стрёмно атмосферно жестяк конечно да бедный мужик конечно прикиньте такое пережить да прибили потом еще и вырывать прям с мясом с этих гвоздей блин это вообще жесть да ладно давайте натуре уже дальше будем в следующем выпуске слишком много впечатлений для меня да как на сегодня я вам всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки ребят до новых встреч пока пока